Продолжим наше слушание С целью понять непосредственно от автора метод ликвидации глубокого дыхания по бутылькам Значит ясно, что у всех возникает очень много вопросов И технических, практически, особенно организационных Как теперь этот метод как можно быстрее внедрить в практику Чтобы принести пользу детям, матерям и всем остальным Значит что тут нужно еще раз подчеркнуть Что мы строго делим внедрение метода на три этапа Первый этап это сообщить населению о том, что глубокое дыхание причина таких-то болезней Уже это поможет тем, что прекратится от глубокого дыхания Второй этап научить измерять дыхание детям и всем остальным И применить метод для снятия симптоматик Применять это только когда плохо Что полное излечение болезней, которую никто никогда у этих больных не достигал Достигает теперь метод, он должен быть под контролем Высокого специалиста, который знает, как больного провести через все этапы Начинается там очищение, каналы очищения работают Выделение лекарств и все прочее Это все не страшно А ты уже не умрешь, если уменьшаешь дыхание Это даже радует больных Но это надо все знать хорошо и провести А у нас пока нет специалистов Пока мы научим область применять метод одномоментно Помочь в любых ситуациях От всех бед Замерзаешь, поменяя метод, согреется И так дальше То есть нет такого состояния, где бы метод не помог И особенно помогает успокоить нервную систему Усыпить себя и так дальше От всех бед Замерзаешь, поменяя метод, согреешься и так дальше То есть нет такого состояния, где бы метод не помог И особенно помогает успокоить нервную систему Запомните это Мы же жадные люди Захотя, значит, вот сразу хочу вылечиться И прямо туда, к Богу в рай Алчные же. Сегодня буду говорить о вреде алчного мышления. Сейчас же люди страшно алчные. Их воспитывает алчность. Побольше себе есть, спать и так дальше. Это алчность. Не надо бороться. Поэтому не будьте жадны. Научитесь принимать метод, когда вам плохо. И уже будьте этим довольны, благодарны. Что человек оказался самый неблагодарный, самый окровожадный. Запомните это. Мы же жадные люди, захотя, значит, вот сразу хочу вылезти прямо туда, в Богу в рай. Алчные же. Сегодня буду говорить о вреде алчного мышления. Сейчас же люди страшно алчные. Их воспитывает алчность. Побольше себе есть, спать и так дальше. Это алчность. Не надо бороться. Поэтому не будьте жадны. Научитесь принимать метод, когда вам плохо. И уже будьте этим довольны, благоданны. Что человек оказался самый неблагодарный, самая кровожадная вообще, самая жадная тварь на земле. Это сделало из него глубокое дыхание. Так вот, запомните, что метод применять сейчас только для снятия плохих состояний. Ну что, конечно, отношение к людям, вот то, что мы услышали, не делает честь автору этой издравительной системы. Не хочется, как бы сказать, что-то судить и так далее. Но всё-таки, когда всё это слушаешь, как-то режет твой слух такие высказывания. И что, опять-таки, вот эта жадность и прочее, прочее. Вроде бы как получается, что человек глубоко подышал и появилась жадность. Глубоко подышал и появился ещё какой-то порог. Но на самом-то деле, мы вот, когда всё это слушаем, у нас возникает какое-то внутреннее противоречие. Дыхание всё-таки физиологический процесс, естественный физиологический процесс, который управляется у нас автоматически. И вот это вот вмешивание в этот процесс также вызывает у нас какое-то неприятие, отталкивание. В чём право, Константин Павлович, это в том, что применяете метод тогда, когда вы чувствуете, что со здоровьем произошли какие-то неблагоприятные изменения. То есть, вы можете себя вывести из этого состояния, когда у вас произошёл какой-то сбой в организме, что привело к глубокому дыханию, вымыло водокислоту, и у вас появились там симптомы. А именно, там, головная боль, боли в сердце, холодные конечности, там, даже кишечник у вас стал хуже работать из-за того, что спазмы. То есть, вот тут-то применяете и получаете эффект, когда вы сами себе помогли. Ну, а все остальные рассуждения, вот просто-напросто слушаешь, конечно. Лично у меня внутренне какое-то начинается неприятие того, что слишком всё зависит от глубокого дыхания. Может, грубо говоря, у человека и бедность возникает от того, что он глубоко дышит. А может, по каким-то другим это причина. То есть, нельзя всё связывать только с глубоким дыханием. И имеется масса причин, которые приводят к развитию этого глубокого дыхания. И также имеется масса и других методик, которые позволяют и устранить это глубокое дыхание, и успокоить человека. Поэтому вот как-то вот так вот, когда однообразно говорится глубоко-глубоко-глубоко, естественно, это всё начинает какой-то вызывать протест. Вот лично у меня, потому что я много видео смотрю с Константином Павловичем. И лично у меня задача взять лучшее и то, что я могу к себе применить с целью улучшения собственного здоровья. А всё остальное, всё остальное, ну... Поразмыслить, а так ли это или нет. И я обращаюсь к вашему разуму. Подумайте над этим. Что бы вот закачало в самолёте, в автобусе, в метод поможет. Нет такой ситуации, где бы метод не помог, фактически. Вот что на сегодняшний день. И когда больной научится хорошо уменьшать дыхание и снимает симптоматику, он же практически здоров. Чуть, что появилось, он снял. А чтобы полностью исправить дыхание и выйти в зону сверху носа, прости, у нас очень сильная работа. И нельзя думать, что регуляция дыхания метод очень прост. Да, он просто по идее уменьшает дыхание, больше ничего. Но он страшно сложен по её исполнению. Вот это основное. Это, как знаете, мы слушаем про йогов. Вот у них какие-то такие сверхдостижения. На всё это, чтобы были эти какие-то сверхдостижения, в первую очередь тратится огромное количество времени, которое в течение дня. И более того, это всё ещё тратится в течение месяца, а то и лет для того, чтобы достичь этого состояния. И вот люди тогда, как бы сказать, думают заниматься тем или иным методом. Ну, хотя бы качаться, сколько надо потратить времени, сколько надо потратить средств. И в конце концов, для чего? Чтобы выглядеть красивым. А думаешь, а стоит ли? А может, и вот так вот достаточно. Те же самые результаты, видите, можно получать. Ну, не совсем те, но хорошие результаты. С помощью движения. Как раз о движении и говорится, что во время движения, плюс ещё небольшой задержки дыхания, накапливается горлокислота, ещё лучше, нежели если ты просто сидишь, этим делом занимаешься. То есть, не всё так просто. Опять-таки, вот как голодание. Человек начал голодать, а попробуйте месяц проголодать. Это надо выбрать время, чтобы вам там не мешали, чтобы вы этим делом занимались, настроились. Так что, вот как раз и подчёркивается, что это крайне непросто. То есть, это можно включать в собственную программу здорового образа жизни, тратить на это энное количество времени для достижения каких-то там уже сверхвозможностей или улучшения там здоровья. Опять-таки, как в беге. Один пробегает, допустим, километр или проходит километр. И считает это достаточно. А другой вот надо 10. А есть такие, которые, ха, какие там 10. 30, а то 50 километров в течение дня. Готовы ли вы на это? Плюс ещё надо понимать, что как это надо пройти? Какие сложности возникнут? А не просто так, что ты тупо там идёшь, идёшь. Взял и споткнулся вдруг. А как подняться? И вот тут-то приходится трудиться. Спрашивают, сколько сеансов, сколько тренироваться. Сколько плохо состояние в день, столько раз тренироваться. Сто раз плохо день, сто раз тренируешься. Ни разу не плохо, не тренируешься. Вот что мы требуем на первом этапе. И если больной убедился, что он почти все болезни снимает этим методом, а мы убедились, что он правильно применяет, сразу снимает симптоматику, только после этого мы разрешаем постоянную тренировку дыхания. И тогда уже метод не сеанс, а образ жизни, постоянное состояние в недодышивании. Я потом объясню принцип недо, принцип разумного аскетизма. Значит, вот ей избегается стереопитив, доминант, это уже, так сказать, обратно. Это учёные слова. Да, конечно. Уже учёные слова, я стараюсь говорить высокую науку очень понятными словами. Это истинная наука. То есть мы ликвидируем глубокое дыхание, идём к нормальному. И можем идти потом к поверхностному, потому что мне удалось открыть два глобальных закона. Закон смерти. Чем глубже дыхание, тем ближе смерть. Потому что глубокое дыхание замыкает целый ряд порочных кругов, которые здесь показаны. Оно вызывает сонное голодание, желание дышать, и ещё больше дышит. Но этот закон Верига-Бора был открыт, как мы уже знаем, 130 лет назад. То есть это тот фундамент, на который опирается дыхание по методу бутейка. Так вот я просто для себя, знаете. Вот можно, конечно, ну вот я открыл. Оказывается, это было до этого. Ну вот, не увидели, но открытие-то это было. Глубокое дыхание нарушает обмен веществ, а веществ требует глубокого дыхания. Замыкается целый ряд порочных кругов, которые всё больше усиливают дыхание, и идут к смерти. И поэтому, значит, вот сам процесс недодышивания, он должен быть постоянным. Это состояние, к этому должны все прийти. И соблюдать закон. Чем меньше дыхание, тем здоровее организм этот процесс бесконечный. Вот что тут интересно. Здесь ещё важно подчеркнуть, опять-таки, что дыхание, вот знаете, как есть такие функции организма, сердцебиение. Вот я сижу, у меня сердцебиение там, допустим, 60 ударов в минуту спокойное. Я встал и гуляю по комнате. У меня сердцебиение стало 70 ударов в минуту. Я вышел на улицу, пошёл быстрым шагом, у меня сердцебиение стало 90 ударов в минуту. То есть организм приспосабливается к тому или иному виду нагрузки. Это важно понимать. Опять мы сели, не надо ничего там тратить, не надо усиленно снабжать мышцы, значит, кровью. И всё это дело опять идёт на 60 ударов в минуту. И плюс, естественно, к этому, чтобы доставить кислород к мышцам, усиливается и дыхание. Естественно, оно усиливается. То есть вот эти такие функции, которые мы и не отслеживаем, это всё происходит рефлекторно у нас. И поэтому контролировать то, что организм уже сделал на рефлекторном уровне, довольно-таки трудно. Вот зачем это контролировать, когда это всё контролируется ещё лучше, чем мы сможем. Единственное, мы говорим, вот действительно, если имеются какие-то, допустим, у вас отклонения в здоровье, и вы тогда недодышиваете в этот момент и снимаете, это другое дело. То есть сняли. А постоянно, ну, уже говорилось, что это целая наука, которая требует довольно-таки много времени и довольно-таки много знаний. Кроме самого бутейка, мало кто в этом разбирается. А тем более, чтобы он с помощью вот такого дыхания достиг сверхвыносливости, прошёл через всё это и мог рассказать, что происходят вот эти процессы, когда там, грубо говоря, не 60 секунд паузы, а становится, допустим, 70 секунд, 80 секунд, 90 секунд, чтобы это как-то вам рассказывались, показывали. Таких людей, ну, очень мало. И пока никто из наших, доведя даже паузу до 8 минут, поднявшись даже выше таблицы, только получают улучшение. Конечно, где-то, может быть, предел. Но мы туда ещё не дошли. 99% людей находится вот здесь. Им надо хотя бы сюда немножко подняться. Вот о чём идёт речь на сегодняшний день. И, значит, вот, ребятки, вот, ещё раз покажем, что нужно начинать, если стало плохо. Если есть время и условия, сделайте максимальную паузу, померите, какая она. И вы увидите, что она сейчас меньше, чем была утром. Если в утром мерили паузу, была 15 секунд, померили, 7 секунд. Значит, мне плохо то, что я разрешался. Значит, вот, ребятки, ещё раз померяем дыхание. Значит, удобно сядьте, правильно осанку, глаза повыше. Я скомандую, будете выполнять команды. Значит, приготовились выдохнуть, закрыть носик, не дышать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гладкий повыше. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, пять, пятнадцать, шестнадцать. Молодцы. Вот немножко, Леночка, нет, немножко ты вдохнула глубоко, придержала. А так хорошо. Теперь, значит... Вот я сделал. Восемь, удобство позы, правильно, осанка, глазки повыше. И расслабьте животики. Расслабьте. Расслабьте плечи, руки. Всё, старайтесь расслабить, чтобы не было напряжения. И чтобы это понять, можно сделать так. Вначале напрячься, всё напрячься. Попробуйте. Напрягитесь. Ручки, всё напрячь. А потом постепенно расслабляйся. И вот, кстати, я должен сказать, сейчас идут передачи. То есть, Алана, Чумака. Чумака. Значит, он же не знает, что он делает и что делают люди. Не расшифровано. Он командует, расслабьтесь, расслабьтесь, внимание. А расслабление и внимание уменьшают дыхание. И вот он, начнёт, почему всё помогает. Тогда как не было физических исследований, то неизвестно, что помогает. Поэтому мы сейчас возьмём, посадим перед телевизором людей, детей. Дадим им трубки, дадим им СО2. Увидим, что расслабление уменьшает дыхание. Вот он эффект получается. Ничего тут удивительного нет. Причём надо ещё самому Алану немножко уменьшить дыхание. То есть, простое расслабление. Вот вы сели прямо, вот как я. Ручки, допустим, положили на колени. Вот смотрите, я напряжу. Хоп. Плечики туда. Расслабились, всё. Животик слегка он выпирает, когда расслабленный. И в таком состоянии спокойненько провели минут 10-15-20. Уже это способствует тому, что вы накапливаете углекислоту, за счёт чего улучшается клеточное дыхание, а значит, обмен веществ в клетках нормализуется, улучшается. Клетка становится сильнее, клеточный иммунитет сильнее, и вы уже противостоите. Он лучше будет действовать тогда. Он сам будет спокойнее. И движение, что он там машет, крест делает, правда, неправильно крест делает, но наоборот делает. Он не по-христиански делает крест. Он не умеет крестить. Надо ему научиться. Он крестит себя. Можно крестить других, но наоборот. Не к правому клетку, а к левому, а потом к правому плечу. Так что это надо ему учить. И движение, не эти делают движения, вроде он что-то выгоняет, а очень медленные движения. И чем медленнее движения будут, тем меньше дыхание. Внимание на движение, на любые движения. И видите, как дети замирают. Видите, только ротик закроет. То есть движение, движение, как бы сказать, синхронизация, движение с дыханием позволяет вам лучше контролировать. А именно, вот мы делаем вдох, выдох, успокаиваемся, дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох. Кстати, так еще легче освоить дыхание, которое накапливает углекислоту. И вы его можете, вот, поделали 5 минут, 10, 15, 20, так, с руками. Но этим надо заниматься. Единственное, всем этим надо заниматься. Надо ему делать медленное движение, тогда эффект будет сильнее. И применять это нужно, когда будет плохо. Это и есть наш метод, только бессмысленно поданный. Ну, хорошо и так, бессмысленно поданный. То есть мы, хоть он бессмысленно и подан, но мы уже понимаем, как нам легко и просто это сделать. А потом начинается и осмысление. Потому что осмысление для многих это довольно-таки трудная задача. Легче сначала вот так просто это подать. Расслабься, а зачем расслабься? Все идет через уменьшение дыхания. Другого пути вылечить эти болезни и вылечить, спасти народ. Нет, только через уменьшение дыхания. Только через мой принцип. Моя личная практика показала, что можно практически этого же добиваться путем нормализации внутренней среды организма с помощью очистительных клизм. То есть мы очищаем толстый кишечник, который нас отравляет. Потому что для того, чтобы очистился толстый кишечник, с помощью дыхания надо сначала более-менее освоить этот метод, подышать, чтобы накопилась углекислота, чтобы там спазмы ушли, чтобы началась работа. А здесь мы очищаем толстый кишечник. И вот уже интоксикации нет. Мы чувствуем себя лучше. Далее мы очищаем печень. Мы нормализуем все виды обмена, которые совершаются в печени. Потому что для того, чтобы печень очистилась с помощью дыхания, а я по голоданию знаю, что для того, чтобы очистилась печень, на голодание, вот это мы увидели, вот эти шлаки желчные выходят, для этого надо уйти в голодание за две недельки. А тут мы можем это сразу сделать. То есть многие вещи, которые могут нормализовать состояние организма, гораздо быстрее. Но если мы еще добавим и дыхание, то, как бы сказать, мы вот эту базу закрепим, улучшим. Потому что вот люди, которые больны, да, это все и помогает, и все это там работает. Но мы-то с вами уже знаем, сколько разного рода шлаков и, грубо говоря, паразитов содержится в кишечнике, когда они выходят. И для того, чтобы создались условия, чтобы это вышло, надо времени быть здоровым, чтобы та же печень там очистилась, тоже надо время, которое создать. А если так вот просто, как Константин Павлович говорит, вот снять, то есть вот все дерьмишко, которое находится, грубо говоря, в толстом кишечнике, которое находится у нас в печени, оно там и остается. И плюс еще в тканях организма все эти там шлаки, в межклеточной там жидкости, вот они там таки остаются. Мы, как бы сказать, ага, помогали, это осталось. Почему это все быстро возвращается? А если мы это уберем, то, глядишь, у нас и уберется вот эти вот последствия, которые вызывают все эти шлаки. То есть оздоровение пойдет быстрее. То есть это также надо понимать. Вот когда мы видим человека, вот это все, знаете, вот это стеклянный человек, дыхание, значит, с набором углекислоты, она делает вот это. Но так как у нас там были эти шлаки, они там примерно там и остаются. Мы, так сказать, помогли организму. А потом все это остается. Надо закреплять и дыханием, и очистительными процедурами. Тогда это работает. Для того, чтобы добиться, чтобы это все с помощью дыхания произошло, там надо поднимать вот этот вот уровень СО2, будь здоров, по шкале, которую предлагает Константин Павлович. И тогда начинаются вот эти вот очистительные реакции, которые наблюдаются и во время голодания. Что вот мы голодаем, голодаем недельку, потом только хопа, выброс. Видим, ого, вышла, вот она. Потом голодаем, голодаем, говорят, три недельки. Ага, хопа, где-то даже четыре недельки. Глисты вышли. Во, вот это да. Голодаем, голодаем, значит, потихонечку раз, рассосалась там какая-то опухоль, какое-то там образование ненужное. И при этом мы постоянно видим, что с нас выходит. Так вот эти процессы будут запускаться, когда концентрация углекислоты будет довольно-таки большая. И на это потребуется внух масса времени, масса сил, масса знаний, чтобы оценить, что с вами происходит. Очень важно оценивать, что с вами происходит. Вот на дыхании, ага, бутылька, вот такое-то. А пауза не растёт, кстати. А почему пауза не растёт? Вот мы добились вот этой вот контрольной паузы, примерно в 20 секунд. А дальше она особо не растёт. Ну, вроде бы и нормально чувствуем. А не растёт по причине того, что вот это всё, это ещё, как бы сказать, дерьмецо, которое внутри организма растворено, и засело в кишечнике, в печени там, и по разным там тканям организма, оно ещё не вышло. И оно-то и мешает. А чтобы оно вышло, надо, знаете, создать большую потенциал вот этого углекислого газа, чтобы там заработало всё это на полную мощность. И более того, вот эти вот, все эти задержки, когда мы уже выходим на более высокий, продвинутый такой уровень, они уже могут влиять не только за счёт того, что количество углекислоты в организме возрастает, там идут совершенно ещё другие процессы, связанные с энергетикой организма. Потому что если взять самодумового, а он ничего не дышит, он работает с энергетикой. Опять-таки с энергетикой. И наблюдается подобное же явление. Оздоровительное. Вот в чём интересное это явление. Что при дыхании, что при вот этих занятиях по методу самодумового. Наблюдаются подобные вещи. Что при голодании наблюдается. Подумайте насчёт этого. И через метод. Потому что оказалось, что существует масса методов, которые немножко помогают там. Ну, дыхательные гимнастики некоторые там, ну, мало помогают там. Иглотерапия. Затем диета. Да и сейчас начали уже мочу пить и так дальше. Вот все эти методы. Голодание, массажи, правка, мануальная терапия и так дальше. Вот все эти методы. Если помогают, то только через уменьшение дыхания. Ну, вот опять-таки, методом бутейка, всё методом бутейка. Опять-таки, я не хочу там принизить метод бутейка. Но для себя-то думаю. Я-то видел, что выходит, что это мы с помощью разных методов, особенно тех методов, которые я вам говорю, там и потение, допустим, и питьё чистой там воды, и сока там терапии. Это так мы только коснёмся. Происходит нормализация внутренней среды. В первую очередь направлено на очищение, на снижение очень важно. Смотрите, что мы делаем. Пользуясь моим методом, который я предложил очищение организма, хотя очищение организма там огромное количество ему лет. С помощью очищения организма, толстого кишечника, печени, мы нормализуем внутреннюю среду организма, и за счёт этого добиваемся улучшения работы нашего организма. Когда мы с вами накапливаем углекислоту по бутейкам, как сказал Константин Павлович, то тут мы больше влияем на внутриклеточные процессы. То есть, с помощью этого дыхания мы доставляем больше кислорода в клетки, они становятся более мощными и начинают работать. Но и те методы очищения также влияют на это. Они прекрасно работают. Поэтому, ну, как-то нельзя сводить одно к другому, что это только вот копление углекислоты и всё, и больше ничего. Еще разок, нормализация внутренней среды, и в том числе нормализация внутренней среды организма по составу газа, в том числе по составу как кислорода, так и углекислого газа. И причём как на уровне крови, так на уровне межклеточной жидкости, и так на уровне внутриклеточной жидкости. Вот что происходит. Вот почему эти костные медведи малоэффективны. Если собрать все, что есть, йога, иглотерапия, массажи, пассажи, все, что есть, все, что имеется, диеты, в общем, все собрать вместе, то тяжелость больных это не вылечит. К нам больные приходят со всем этим набором. Да они диетами и не занимались, эти больные. Много примеров, когда люди излечились с помощью диет. Ну, много всего. Знаете, вот, либо попадались, вернее, в то время, когда Константин Павлович был в Советском Союзе, в конце Советского Союза, когда он развалился, вот этих вот диетах, там, голодания, ну, о многих оздоровительных вещах просто-напросто не было никакого представления, что это может быть. Сейчас-то у нас переизбыток разного рода информации, которая вот нам даже мешает, вместо того, чтобы узнать что-то одно и делать, знаете, последовательно. Толстый кишечник почистили, печень почистили, закрепляем все это питанием. Все у нас нормально. Ну, естественно, и чтобы мы меньше волновались. Опять-таки, здесь не столько мы будем раздышиваться или еще что-то делать, как будем говорить, мы с понятием будем подходить к тем явлениям в нашей жизни, что происходит, чтобы мы правильно реагировали на них, без разного рода волнений, которые как раз и вызывают увеличение этого глубокого дыхания. Плюс физическая нагрузка, сейчас все помешаны на физическую нагрузку, занимаются, качаются. Но опять-таки, вместо того, чтобы это больше на здоровье было, пошли вот эти различные куча добавок, чтобы мышцы больше были. Чем больше нагрузка на мышцы, естественно, тем они растут, и особенно силовая. Они растут. Как только нагрузка уменьшается, они спадают. Вот это никто особо не хочет понять. У всех только перед глазами там красивые фигуры звезд, значит, бодибилдинга, а остальное их не волнует. Что они потом, что с ними происходит? Редко, кто держит фигуру там после того, как прекратил активное занятие. В основном только все эти мышцы сдуваются. Ну, посмотрите на Дарьяна Ятца хотя бы. И мы включаем методику, все от вас, и получаем эффект. Поэтому применение этих методов параллельно с нашим методом отвлекает и приносит вред. Ага, о, видите, до чего мы уже дошли? Что параллельное применение отвлекает и приносит вред. Знаете, рифмуется дальше. Ну, это просто бред. Вот, если взять, в первой части, там как раз женщина, которая излечилась от онкологии крови, она рассказывает, она 10 километров в день ходила. 10 километров. Представляете, сколько она через себя прокачивала, помимо того, вот этих вот газов, сколько она прокачивала крови, как заставляла работать мышцы для того, чтобы они работали. Возможно, даже тут получается следующее, что вот это все возникает, вот недостаток там углекислоты, и мы там раздышимся, неправильно дышим по причине того, что нам не хватает движения, которые вырабатывают углекислоту. Мы сидим, пьем чай, кофе, едим булки, лежим на диване, смотрим там телевизор. Естественно, у нас клетки не работают, а мы уже как что-то там дышим, что-то там такое. И у нас просто-напросто не идет кислород в клетки по той причине, что он там не сработал. Он там не сработался, и он не нужен этим клеткам вдобавок. А из-за этого, как говорится, тут очень важно понимать, что углекислота из организма вымывается в 20 раз быстрее, нежели кислород. Что если мы что-то там поделали, вымыли вот эту углекислоту, опять-таки вот из-за нашей жизни поволновались. Это вот одна из причин. Есть явные волнения, есть скрытые волнения. При неработающих мышцах, но при углублении или учащении дыхания. И все, покашляли там. Вот оказывается. То есть неестественный образ жизни, представьте, тоже мы сидим, затаиваем дыхание, там, пытаемся накопить углекислоту. А может лучше пройтись, вот как они же сами рекомендуют. Может пройтись, может дать движение. И тогда все это естественно вырабатывается, все у нас нормально. Недостаток движения. Мы же думаем, что прошел, грубо говоря, на работу, с работы, или проехался. Этого достаточно. Оказывается, вот видите, 10 километров в день. Вот если такая нагрузка в виде движения, просто-напросто ходьбы, то это уже совсем другое. Вот я сходил на этот самый, когда в Москве был, на ВДНХ, на это колесо солнца Москвы. И как раз от гостиницы до этого солнца Москвы, естественно, там походить, побродить, у меня заняло 10 километров. Так я не непрерывно шел, я там посижу еще. Так у меня так развалились ноги. Потому что не было до этого той нагрузки, которая вот это выдерживала эти 10 километров. Я ходил 2 километра, 3 километра, ну 4 километра в течение дня. А тут только раз, вот резко нагрузка выросла. Поэтому нельзя вот так вот говорить, вот это вот ерунда, а вот это вот хорошее. Надо как-то разбираться, что происходит в том случае, когда там какая-то нагрузка дается, в другом случае. А что происходит вообще, когда вот человек сидит? Почему с ним такое вот происходит? Потому что где-то нам надо и глубоко подышать. Я так думал рассказать об этом в третьей части. Ну, немножечко коснусь сейчас. А именно, у нас все-таки полость легких большая. И вот смотрите, узнали, что есть в воздухе углекислый газ, азот, кислород. И что у нас идет там обмен газом в основном углекислый газ и кислорода. А что представляет вот это в целом пространство? Да, и если только говорить о том, что мы говорим о обмене газов, то, а зачем нам нос вот нужен с двумя этими дырками? Потому что вот здесь соединяется в одну, в трахе все это, весь этот воздух идет в легкие. Так вот, продолжу свою мысль. Воздух это пространство, а пространство это энергия. И когда мы с вами делаем медленный, глубокий вдох, который ни в коем случае не вымывает углекислоту, мы взяли пространство. И из этого пространства мы берем в свой организм жизненный потенциал этого пространства. Мы его берем, этот, в организм сразу. Почему делаются вот эти вот большие дыхания, примерно одно, там два, не более, когда человек там жмет лежа, когда натуживается, только на задержанном, на вдохе дыхании, и этот вдох примерно составляет 70% от максимального, вот возможны такие проявления мышечных усилий. Это кто занимался, тот отлично все это знает и чувствует. Не на выдохе, не на каком-то там другом, только на задержанном дыхании, и довольно-таки хорошо надо вдохнуть. Вот тогда чувствуется работа. То есть пространство отдает нам свой энергетический потенциал через легкие и еще. Об этом как раз знали вот древние йоги, почему они пранаяму высоко ценили с точки зрения энергетики. Плюс, плюс, две ноздри как раз разделяли еще энергию, ну, грубо говоря, так по-детски, как Константин Павлович объясняет, на положительную и отрицательную здесь. И снималась она, вот здесь она снимается у нас. А дальше там, где трахея, все это, носовые хаты соединяются в одно, уже закончено. А вот что происходит вот здесь? Из-за того, что наука о человеке современно дошла, что происходит вот здесь с газами в теле, стало ясно. И Константин Павлович Бутейко построил свою методику на этом. А вот что здесь происходит? Вот что здесь происходит? А об этом современная наука вообще не знает. А оказывается, энергия вот здесь вот еще. И снимается, когда мы... И сразу она идет в мозг. Сделано так на свои ходы, что воздух идет вот сюда, вот он заходит, бьет струей. Будем, говорит, врушать кость. Вот тут интересный механизм съема этой энергии. И далее он уже объединяется в одну, в трахею, и пошел уже как кислород для клеток. А как энергия? Вот здесь в голове у нас это все снимается. Об этом современная наука, и им задаешь вопрос, а зачем две ноздри? Помимо того, что, ну, даже одна ноздря бы была, и мы через нее бы ощущали запахи. А почему две ноздри? И тут она только, опа, объяснить мне не может, объяснить не знает. А потому что это именно механизм для съема энергии в чистом виде, энергии из пространства, которая здесь у нас имеется. И получается, что некоторые там советуют дышать в пакет, делать тренировку в душном помещении, якобы тут углекислоты много. С позиций теоретических, которые говорит Константин Павлович Бутылька, это да, это логично. Но когда мы находимся в душном помещении, нам там неприятно. А почему нам неприятно? Тем более дышать в этот пакет или еще там, тоже как-то неприятно какая-то искусственная ерунда, потому что мы не потребляем вот эту энергетику пространства, ее нету. Она должна быть. И дыхание, опять-таки, это такая функция, которая подстраивается, как и сердцебиение, подстраивается под нагрузку, которая в каждый момент жизни меняется. Сидишь, она меньше, меньше дыхания, меньше это. Ага, мы пошли, значит, у нас и сердцебиение, и дыхание стали побольше, чтобы все это доставлять. Естественно, до абсурда все не надо доводить, чтобы все войны, мол, от этого, от глубокого дыхания. Вот так немножко я разошелся. Эта чепуха ничего не вылечивает. Не надо на нее отвлекаться. Может быть, у меня категорически, чтобы с этим методом что-то сочетать из этих методов. Ну, как не вылечивает, опять-таки, голодание. Что, оно неэффективно? Или скажут, голодание накоплюет углекислоту? Грубо говоря, движение. Человек делает движение, опять-таки, улучшается обмен веществ, значит, залечиваются какие-то там травмы и прочее, прочее. То есть восстанавливается. Если мы вообще не движемся, у нас все дряхлеет. Очень важно понимать, что организм дряхлеет не столько от дыхания, вот если бы мы сидели и дышали, а он дряхлеет из-за отсутствия физической нагрузки, которая и заставляет организм потреблять с помощью дыхания, делать и закислять внутреннюю среду, чтобы лучше снимался кислород тканями. Трава лечения. Даже те же клизмы помогают. Чистка печени, ё-моё, ну ничего не работает. Вот и всё. Как-то, опять-таки, вот здесь проявляется, я вот вначале говорил, невежество. То есть невежество, возникающее от того, что человек не знает работу того или иного метода. Или он считает, что вот так. И это для него чузно. И он это отрицает, и всё, это никак и так далее. Как отрицает медицина? То есть, когда ты знаешь вот эти вот различные вещи, ты уже, трава лечения, допустим, я уже немножко сбился, с чего там говорил. То есть ты начинаешь понимать. И вот эти методы, как инструменты, да, допустим, какие-то методы работают капитально. И я считаю всё-таки, это движение, именно через движение мы с вами поддерживаем оптимальную мускулатуру, оптимальную, будем говорить, ну, возможность ориентироваться в окружающей среде, а именно носить своё тело, чтобы нам не тяжело было. И плюс, естественно, все процессы завязаны на движение. Больше движения, значит, будем говорить, вот так вот. Меньше движения, значит, у нас и мышцы распадаются, и обмен веществ у нас понижается, чтобы это ясно понималось. А когда мы вот искусственно хотим поддержать, ну, кстати, в честь Константина Павловича, он и сказал, только тогда, когда вам становится плохо, вы принимаете этот метод. Во всех остальных случаях, когда вы что-то хотите заниматься, это уже, грубо говоря, другая там история. Так что всё это решается с помощью, будем говорить, банальной ходьбы. Когда вы идёте и чувствуете, вот, что у вас начинает выделяться испарина, вы прогрелись. Вот это то, что надо. Организм получил. И нагрузку, чтобы мышцы не распались, и обмен веществ, и ту же гуликислоту выработал, и тот же кислород получил, и всё хорошо. Только по необходимости, если дыхание уже не снимает симптоматику, тогда можно что угодно применять, лекарства, уколы, операторы и так дальше. Вот как я смотрю на эти вещи. Поэтому я категорически запрещаю, параллельно с этим методом, ещё какую-то ЧПУ применять. И поэтому в наших кооперативах дыхание, и кооперативы называются, и центры, и будут университеты, и академии дыхания будут. Только дыхание, и больше ничего, кажется, не надо. Тогда только люди поправятся. Опять-таки, вот Константин Павлович много говорит о причинах и следствиях, но в этом разговоре не чувствуется вот это вот логическое мышление, понимание причины следствий, что жизнь вообще-то стала такая сидячая, лежачая, и человек ещё жуёт. И в результате вот этого всего и начинаются вот такие вот вещи происходить. И решить всё это с помощью только дыхания, которое в свою очередь зависит от движения, ещё раз повторяю, от наличия физической нагрузки на организм человека, невозможно. Ну, будем дышать и одрыхлеем, ну и чё там, вроде нормально так будет, а зачем нам вот эти мышцы что-то там поднимать, раз нам не надо, то там не надо. То есть подумайте, подумайте вот это хорошенько. И вот эта вот нестыковка, она порождает то, что вот якобы всё заменим дыханием, а оказывается лучше всего заменить движением, которое порождает правильное дыхание. И с помощью этого мы лечим. Кстати, Юрий Петрович Власов интересно выразился, он сказал, когда болел, я понимал, что именно физическая нагрузка, вот эти всё эти болезни, она перемалывает, потому что она нормализует на клеточном уровне обмен веществ, вот это улучшает. Человек потеет, очищается через пот, и получая нагрузку, организм, будем говорить, восстанавливает себя. А тут уже и дыхание идёт, что интересно. А так получается, вот опять-таки, вот этот вот процесс, который связан, контролируется у нас автоматически, в зависимости от физической нагрузки, которая даётся на организм, он должен тогда как-то контролировать. Мы должны там задерживать или ещё что-то, или ещё что-то там делать. Опять-таки некоторые говорят, а вот долгожители, которые живут в горах, и которые за сто лет там ушли, жизнь у них, они что там задерживали дыхание, они что там ещё там специально занимались чем-то. Нет, они просто-напросто жили своей естественной жизнью, которая заключалась в том, что в основном долгожители – это пастухи, которые ходили за своими стадами, наматывая десятки километров в день, спокойной ходьбы, которая давала вот ту нагрузку, которой не хватает современному человеку. Плюс свежий воздух, насыщенная энергетика, а не тот, который имеется в городах. Естественная пища, которую только так же они там не переедали, там они там съедали, и то там не были ни вегетарианцами, ни, ни, ну, по крайней мере, в случае они не объедались. И вот это выдавало такой интересный феномен. Опять-таки подумайте, вот включите свой разум, вот я вам говорю, он вам говорит, а вы вот своё что-то сделайте и сделайте такой вывод. Воду подальше туда, вот так сидите, вот видите, как сидят рабы, должны сидеть как цари, понятно, цари природы живы, так же вы себя назвали, разумные, гомо-сати, разумные цари природы, он должен насанку иметь идеальную. Ну вот, и правда трудно, потому что астма, особенно эти каши, и эти удушья, сгорели здесь, и становятся горбатые. Должны сидеть как цари, понятно, цари природы живы. Ну вот так вот как-то. Тут, конечно, очень много видосиков о методе бутейка, и по возможности я так посмотрю, может какие-то действительно изюминки найдём. А так, понимание, что если вы испытываете какое-то недомогание, и путём просто-напросто задержки дыхания и накопления углекислоты вы чувствуете, что она снимается, это большое дело. И тогда в этом направлении можно работать. Я видосик этот снимаю несколько дней, просматривая видео, комментируя их. Константин Павлович, у меня к вам вот какой вопрос. Я знаю многих людей, которые добросовестно хотят ваш метод применить своим детям. Ну, маму поймёшь, папу поймёшь. И тем не менее, у них часто это не приводит каким-то результатом. Какие здесь могут быть камни предкингов? Что могу сказать? Две официальные опробации в Инграде и в Москве на тяжелейших больных, потому что нам противники в наших клиниках отбирали самых тяжелейших больных, которые ничем не помогало. И мы дали 100% результат. Почему? Мои методисты были высокой квалификацией. 100% документы лежат у меня в ЦК Среди Министров и Минздраве. Это квалификация методистов. Так что, если методист меньшей квалификации, меньший процент усвоения. Если у процента усвоения метода меньше 90, запрещаем методистов вести работу. Вот в медицинской газете там выступал Дови Денко, что у них 48% результат. То есть плохие методисты. Мы сейчас в Катеринске запрещаем заниматься этим. Понятно. И поэтому эффект 100% у исправивших дыхание. И полные нули, если дыхание не исправилось. Дыхание углубилось, гибель. И гибель глубокого дыхания доказывает истинность этого открытия. Доказывает истину этого открытия. Все это хорошо. Но опять-таки люди понимают все это по-своему. применяют по-своему. И естественно результаты у них получаются своеобразные. И это во всем. Это естественное состояние человеческого ума. Каждый человек все понимает и пропускает так сказать через призму своих знаний своего опыта. Но если знаний и опыта достаточно и человек более того чувствует себя это очень важно понимать. Чувствует он знает как себя образовывать как работать с собой. Это редкостный дар. Вот это получается. А если этого ничего нет как вот на канале у меня одни постоянные вопросы. А вот это можно а вот это нельзя а это поможет а это не поможет. Не читали ни информации ни ничего не знают не читали кстати еще разок я хочу сказать его жена Бутейко приходила к нам на передачу Малахов плюс и она так между делом сказала что вот Геннадий Петрович что бишь я правильно понял суть метода Бутейко Константина Павловича. Поэтому все естественно все досягают каких-то разных результатов. Я вот занимаюсь тяжелой атлетикой прекрасно все это видел я сейчас в любом виде спорта и не просто в виде спорта а в жизни есть люди быстро пошли там сделали какой-то разряд потом остановились другие медленнее пошли достигли там мастера спорта и дальше пошли вот а есть ничего не получили точно так же и в жизни вроде все выучились в школе даже в институте были а потом глядишь вот нас всех знаете по нашему умственному ранжиру это все и разбросало одни вот тут остановились другие там остановились но еще конечно кое-какие факторы влияют не будем говорить что только только с умом связаны есть еще силы которые на все это влияют но мы их пока так сказать отодвинем чтобы ясно разбираться в этом вопросе поэтому вот он говорит хотят на своих детях а детям это не интересно они чувствуют себя здоровыми они не хотят это все делать сидеть там что-то зажимать они не чувствуют каких-то там серьезных проблем со здоровьем а как только человек не чувствует серьезных проблем со здоровьем то он особо и не занимается и плюс еще есть такие люди которые чувствуя серьезные проблемы со своим здоровьем они с ними сменяются да хоть так хоть это вот я таблеточку принял и все нормально что-то мне еще что-то там будут делать ну так помнить то помнить ясно что это надо помнить но вот как это сделать это все упирается в практику а как это сделать вроде это сделал вроде у меня пауза да кстати вот мой я так назову хороший знакомый с Америки а он вот мне написал что я так же думал что если я достигну там паузы вот эти вот супер там грубо говоря там 3 минуты буду задерживать дыхание максимальная пауза то я буду защищен от разного рода болезней а нет оказалось вот он и пишет я это все сделал я думал что вот я буду защищен а не получилось как думалось еще какие-то вещи влияют я вот так вот слушаю и в уме знаете в уме идет процесс вот когда ты что-то послушал что-то там делаешь а вот эту информацию ты запустил и она знаете там как бы сказать живет своей собственной жизнью обрабатывается обрабатывается так и сяк и вот у меня возникла такая знаете в уме фразу не кислородом единым жив человек что вроде как мы насытили и все нормально там будет есть еще другие составляющие здоровья ну а уж успехи я там помолчу которые влияют на нас а то уменьшил выздоровел больше стало значит или наоборот заболел а все это в практике и это все надо применять не то что я сегодня вот некоторые думают я сейчас накачаюсь я накачаюсь и все у меня бивнерезы будут грубо говоря по 50 сантиметров и всю оставшуюся жизнь я могу не заниматься они там будут вот такое вот мышление у ребят создалось такое ложное а тем более ложное представление создается о том что я достиг этой паузы и больше мне не надо там заниматься она как вы достигли так она и ушла это надо этим надо чтобы и бивнерезы поддерживать 50 сантиметров и чтобы паузу эту поддерживать это надо заниматься всю жизнь а это уже совершенно другие качества требуются от человека какая-то повышенная мотивация плюс на эту мотивацию должно отложиться видение успехов видение перспективы тогда будем все там дышать подышал вот раз и получили ну слушаем дальше и поэтому не успехи главные не успехи это плохая позвая подготовка методиста второе лень и несообразительность больных а ну все Константин Павлович знает лень и несообразительность больных вот вот это вот а вот это все это преодолевается не тем что вы там дыханием занимаетесь а тем что вы занимаетесь сознанием сознанием вы должны сознанием подготовить себя к тому там всему а потом уже это все у вас будет получаться и даже без дыхания будет получаться Что они усваивают? Глупые, кретины, шизофреники в поздней стадии, склеротики, маразматики, уже ничего не помнят и не усваивают метод. Чем умнее, тем быстрее усваивают. Это нам надо. Поэтому, значит, этот метод должен, должны понять разумные люди, и тебе надо еще что-то рассказать. Тебе надо сказать на всю жизнь окружающих, что происходит. Еще сказать, разумные люди. Человек стал разумным, во-первых, должно быть определенное образование, определенное самообразование, и все это должно быть у него, у этого человека. Тогда вот что-то будет получаться. Чего нужно бояться? Что углубляет дыхание? Углубляет дыхание второй враг наш. Это инфекция, которая в гландах и в зубах. В гландах и в зубах инфекция. Вот тебе и противопаразитарка, как не верти, а все-таки где-то ее надо бы и применять. Хотя, если, я все ссылаюсь на опыт голодания, если мы с вами голодаем и достигаем, там, за три недели примерно уходим, организм приобретает такую устойчивость, что вот эти вот все инфекции в гландах, в зубах, в пазухах, в зубах, она уничтожается в виде гной и отходит. Как правило, это, видите, не каждый человек за три недели будет уходить в голодании. А, естественно, инфекция отмирает только тогда, когда вот создаются вот эти условия. То же самое и в дыхании. Человек вроде бы достиг, там, паузы, там, в 60 секунд, вроде бы он здоров. А инфекция как была, так и была. Даже тогда умудряется жить и при более высоких достижениях вот этой вот этой паузы. Особенно грибки. Как жили, так и живут себе. Как ни в чем не бывало. Задуматься надо над этим. Прочти вот у всех детей обусловленный хронический танзелит. Он нарушает обновление, все усиляет дыхание. Парадонтозы взрослые. Надо убирать мертвые зубы. Третий враг – это остеохондрозы. Они отчасти от моющих средств. И наш медведь их управляет. Четвертый враг – это переедание, обжорство. Надо есть только, когда очень хочется. Пятый враг – это сон. Во всем гуляется дыхание. Минимум спать. Один из врагов – это недостаток соли. Нам соли, микроэлементы, полных набор солей крайне необходимы. Поэтому, и вот смотрите теперь, оказывается, сколько прибамбасов должно быть к этому дыханию. То есть, как говорится, опять-таки, не кислородом единым жив человек. А оказывается, тут целый комплекс мероприятий надо еще сделать для того, чтобы это все как-то пошло-поехало и не буксовало. А то, как этот мужчина говорит, вот детей вроде это, а результатов как-то нет. А там, а то, а сё, а пятое, а десятое. А он любит вкусно покушать. А кто ж, как говорится, не любит вкусно там покушать. И все это натыкается на вот эти вот препятствия, которые в конце концов и приводят к тому, что вымывается углекислота. То есть, не все так просто. Вот я и хотел из первых уст услышать вот эти все разные частности, которые желательно применить для того, чтобы оздоровляться. Поэтому мы чувством и ощущением это измеряли. Поэтому ограничение соли нарушает обмен веществ и вызывает поносы, вымирает целые стада, вымирает, если котам не дать соль. Соль по вкусу. Желание пить, выполнять желание, которое есть. Вот что главный организатор у нас и нашего жизни. Это желание. Это надо соблюдать. Ну вот желание, это надо соблюдать. То есть, должна быть самодисциплина и самоорганизация и плюс анализ, самоанализ того, что у вас получается. Видите, три вещи, которые надо сделать. А кто их делает? Значит, и поэтому мы говорим сразу. Не ешьте насильно, боитесь насильным кормлением. Не спите лишнего. Спать не на спине, а на животе. Это уменьшает дыхание. То есть почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир. Больше дышать, больше отдыхать и так дальше. И не работаем им кормлением. Не спите лишнего. Спать не на спине, а на животе. Это уменьшает дыхание. Хорошо, это уменьшает, ну, ясно и понятно. Но здесь важно отметить, что сон у нас восполняет наши особые энергетические резервы. Сон позволяет восстанавливаться. Восстанавливается именно вот этого тонкой психической энергии. Именно сон это делает. Ничто другое. А в основном это делает сон. Сон, возвышенная радость. Вот это вот восстанавливается. И поэтому тут спать меньше, спать еще там как-то. То есть спать правильно. Я лично сплю на боку. На левом, на правом. Давайте вот так переворачиваюсь. Чувствую, отлежал. Ага, перевернулся на другой бочочек и сплю. И действительно там не раздышиваюсь, а ничего. А как-то лег, как только ложишься на спину, можно и на спине-то спать нормально. Но вот как только начинается вот этот храп. Вот этот вот храп как раз и говорит, что вы раздышались уже. Некоторые говорят, что якобы вот эти вибрации от храпа помогают работе сердца. Но в любом случае дыхание, значит, более-менее автоматически регулируется. И насколько я хотелось бы, конечно, услышать, вот раздышивание происходит вот с этим храпом там или без храпа. Именно во сне, когда мы спим на спине, раздышивание. В результате чего происходит спазм, то есть человек заснул вроде нормальный, здоровый, как он считает. А просыпается с инфарктом, просыпается с инсультом, особенно с инсультом. Из-за того, что спазм произошел. По какой причине он произошел? А вот во сне раздышался человек, углекислоты мало, и сосудики только раз, потихонечку и спазмировались. И спазмировались. А вот назад их не хватает тямы, чтобы сделать. Что надо тут, скорее всего, делать процедуры лечебные, связанные не столько с какими-то там манипуляциями, а, скорее всего, с задержкой дыхания для того, чтобы вот этот вызвать расширение этих сосудов, вызвать снятие спазма. И я думаю, задерживаю до тех пор, пока у человека мочевой пузырь не начнет открываться. То есть, чтобы такой мощной задержкой снять это. Но это мои мысли. А вот слушаем мысли Константина Павловича. То есть, почти все оказалось наоборот. И поэтому блага, которые предлагала медицина западная и западный мир, больше дышать, больше отдыхать и так дальше, и не работать физически, это все углублялось дыхание. Это порочный образ мышления. Отсюда порочный образ жизни. Пытались нарвать, награбить, нахватать, чтобы жрать, спать и ничего не делать. И было сказано такое, такая фраза, как порочный образ жизни, обездвиженность, переедание. И плюс вот это вот, знаете, эмоциональная, так сказать, буря, чтобы была. То веселиться, то еще как-нибудь. А все это влияет на то, что как раз и происходит, не будем говорить, что вымывание углекислоты. И спазмы происходят, и вымывание, и все, короче, болезненные явления. То есть, организм вообще любит существовать в таком спокойном состоянии. Вот, знаете, как машина. Машина едет без всяких рывков, ускорений, торможений. То она и будет ездить нормально. Как только вот эти рывки, ускорения, то тормозят, то газ дают. Все это повышает износ автомобиля. То же самое и у нас. Как только начинаются вот эти какие-то вещи, это все ведет к тому, что мы даем нагрузку, так называемый стресс. Стресс – это напряжение. У нас возникает напряжение внутри организма. А раз возникает напряжение, то уже хуже питание этих тканей. Где-то сжалось, где-то там расширилось. И начинаются различные вещи. Там раздышалось, там недодышалось. И пошли, пошли, поехали в заболевание, которое возникает от психического воздействия. А дальше они должны просто спуститься вот в виде, допустим, той же этой самой углекислоты, недостатки и спазмы. Спазмы, спазмы. Как только мы снимаем спазмы, медицина пытается спазмы снять с помощью лекарств, но при этом не дать концентрацию нужной углекислоты. Константин Павлович, он говорит о том, что лучше и естественнее это все сделать, чтобы снять спазмы путем насыщения углекислоты. Плюс еще будет запускаться работа клеток, нормальная. И тогда это будет естественно и, будем говорить, безопасно, без последствий. Вот идеал мышления порочного западного мира. Отсюда порочный образ жизни. Бандитизм, тунеядство. Бесконт идет девальвация, ничего не хватает, и так дальше. Порочный образ жизни начинается с нашего мышления. Мы люди, родившись, мы застаем то общество, которое уже было до нас, со своими какими-то ценностями, со своими какими-то устоями, предрассудками и прочее, прочее, прочее. Вот это начинает на нас действовать. Если мы меняем общество, то естественно у нас нету, мы как продукт общества, мы становимся совершенно другие. А так как там есть, что можно там, грубо говоря, ограбить, можно обмануть, можно, как сейчас, куча мошенников на вот этих всех средствах связи, интернете, карточках, акциях. Да, полным-полным. Чем больше вот этих технических возможностей, тем больше создается, как бы сказать, поле для преступности. Порой и не ожидаешь, как это все происходит. Вот это все и порождает. А потом, когда нас обманули и, грубо говоря, сняли с этой карточки зарплату месячную, а то сняли вообще накопление завода, а то еще больше. Естественно, тут в голове как забурлило, и все у нас тут вот так вот, что ж такое, как же так, да я ж такой хороший, я всю жизнь проработал, а тут на тебе оставили без средств существования. Да, и далее там обманы, но это не от дыхания происходит. Это не от дыхания, вот это следствие этого процесса. Ну, вы подумайте сами, вот подумайте сами. Вот вы сидите нормально, да, и вас ударили по щеке. Что у вас возникает от боли? Какие реакции в организме? И потом вы раздышиваете. Да это аж вы не дышали. Но тут рассуждайся сами, включайте свою голову. А полезно что? Не надышать, не доедать, не досыпать и работать до пота, до седьмого физически. Это полезно. Это полезно, да. Полезно. Но при этом человек должен видеть отдачу от всего этого. Огромное количество людей работает до седьмого пота и ничего особо не получают. А те люди, которые, будем говорить, наверху там руководят, чтобы вы работали до седьмого пота, они живут в шоколаде и вот эта вот несправедливость уже порождает в обществе напряжение, так называемое социальное напряжение, кто-то доволен, кто-то недоволен существующим строем. И пошло-поехало, пошло-поехало, поехало-пошло. Если то люди узнают, и все будут день и ночь. Не есть, не спать, еще работать и работать будет полной изобилии. Ну это уже, извините меня, какие-то сказки. Работать, работать, работать. Будто ничего другого нету, кроме работы. Куча людей, особенно рабы, работали, работали, работали. Они постоянно, а они что в изобилии. Все это, все это плодами их труда воспользовались совсем другие люди. И все это наблюдается сейчас, что-то мы там делаем, а плодами этого труда, плодами недр, в стране, в которой мы живем, пользуются совершенно другие, так сказать, национальные достояния, у кого угодно, только не у народа. Опять это что возникает? Ну вот нельзя вот эти вот вещи перекладывать одно на другое, это совершенно различные науки, которые, конечно, влияют на здоровье, но не так мы работать, будет полное изобилие, даже забрали это изобилие у вас, и все. Вы работаете там за зарплату, вот сказали, что вот такая зарплата, хочешь работать, хочешь нет, а сейчас тем более искусственный интеллект, все эти роботы, и вы оказываетесь ненужными, якобы вот эти роботы бы работали на вас, А вы тут, как бы сказали, ну занимались там физкультурой, грубо говоря, вели здоровый образ жизни, там отдыхали на Канарах, там плавали, и ля-ля-ля-ля-ля-ля, но этого нет уже, ну это какие-то мечтания такие, знаете, вот полное изобилие будет. Да, значит, и сейчас полное изобилие, только распределение этих благ совершенно иное. Понятно, да вот бастует у нас тут. Чего вы бастуете против наших самих? Глупость какая? Это вот глубокое дыхание, вот глупость. Бастует из-за того, что глубокое дыхание, но, знаете, я вот смотрю, мне уже, я хотел разобрать только вот эту вот полезность метода Бутейко с позиции здоровья, но когда начинаются вот такие вот вещи, типа философствование и все это сводится к глубокому дыханию, у меня просто-напросто пропадает желание слушать дальше и вступать в какой-то там спор, приводить какие-то там свои там доводы против этого. Ну вот это как однообразно, вот так вот и все идет. Вот что происходит. Поэтому суммируя, можно сказать, мною открыт порочные образные шления, о чем говорит Горбачев. Теперь я обосновываю их изологически. Алчность, побольше всего, это эгоизм, только мне. Он уничтожает человечество. Альтруизм основа. Обществу больше, тогда общество будет расцветать. Поэтому достаточно разумный альтруизм. Он дает общество, а не собственное. Поэтому вот где истина. В разумном аскетизме, недо. Если не доел, не доспал, тогда дальше, то чуть-чуть съел. Какой вкусный хлеб был в войну. Черный хлеб, да еще с солью. Или не спали мы же месяцами. Сказать ему, какая пресь, ты уснул. И так дальше. Если не додышаешь, вдохнул немножко. Какой воздух замечательный. То есть я открыл сущность счастья. Счастье в исполнении желаний. Надо постоянно желать есть, спать и так дальше. И тогда ты будешь счастье в каждую минуту. Ну вот мы и договорились до вот таких вещей, как ключ к счастью. А счастье каждый человек понимает по-своему. Для одного счастья поймать сазана на 10 килограмм. Для другого счастья поймать тунца на 100 килограмм. Для третьего счастья просто-напросто видеть, чтобы в семье было все нормально. Дом была полная чаша. Были более-менее дети там здоровые. Учились хорошо. Любили там родителей. Чтобы ваши родители жили. У каждого свое понятие счастья. А кому-то важно, чтобы он ощущал вселенную. Переживал вот эти вот высшую радость существования. Еще у какого-то человека счастье выиграть чемпионат мира. У другого просто сделать какой-то разряд. У третьего еще там допустим олимпийскую медаль выиграть. У кого-то выйти замуж за любимого человека, чтобы все сложилось. Ну и так далее, и так далее. Огромное количество там большого счастья, маленького счастья, ощущения счастья. И тем более, если жизненные условия были какие-то суровые, как у наших родителей, в смысле у моих родителей. А Константин Павлович, он как раз вот 23-го года, если рождение. Это как раз вот мои родители родились в это время. Они застали. Чего они там застали? Они застали. Только после коллективизации их там загнали работать в эти там колхозы. Мать. Вот. Еле там вырвалась. Потом война началась, разруха, там за малым чуть было, там не поубивали этих детей. То есть родители моих и многих других. Чего не видели? И когда я сказал, помогло голодание, отец сказал, знаешь, сынок, я это, в свое время, в войну и после, так наголодался, что мне этого не хочется, и почему вопрос такой вот теперь современный, у кого-то машина там люкс, а у тебя там обыкновенные там Жигули, там Лада, почему там вот такое, я там несчастлив, глядя на это. Да намного еще, смотрите, у одного какая-то там квартирка в Хрущевке там, а у другого дом, да не просто дом, а несколько домов и возле там моря. Ну все это порождает вот такие вот вещи. Поэтому прежде всего, если общество не устаканится, не поймет, что и что и как, то оно, больное общество, порождает больных членов этого общества, то есть людей. Естественно, плюс еще своеобразное такое лечение, как они представляют, представляют, и не просто представляют, а напихом. Вот такие вот вещи порождают. Поэтому счастье это такое, такое, будем говорить, тонкое состояние, оно не всегда бывает, чтобы ты постоянно в этом жил. И у каждого оно одно. Можете написать мне, сказать, можно, знаете, даже вот лечиться радостью и счастьем. Это вот состояние повышенной энергетики, которое позволяет ликвидировать разного рода последствия, негативные последствия от наших эмоциональных переживаний. Нормализует работу организма, дает энергию, силы, веру в лучшую жизнь. И тогда ты будешь счастью каждую минуту. Я открыл ключ счастья. Это разумный астетизм. А когда обожраться, обоспаться, он уже все, ему чего, крови, гашиша, чертовступище, убийство, тогда он будет доволен. Ну и то же самое наблюдается у нас. Раскрылись сущность. Здесь, будем говорить, у каждого человека свои представления, да? Что тот мир западный, что вот этот мир, как мы живем, вроде как восточный, но с западным уклоном, они далеки от совершенства. И тут важно тогда вот так понимать. Жизнь дается индивидуально каждому человеку, каждому индивидуально. И вот осознать ее ценность, осознать то, что, как ее прожить, для чего ее прожить, что в ней сделать, это дорого стоит. И вот эти все понятия у каждого человека в зависимости от его прежних наработок, от его образования, от его опыта, у каждого свои. Вот к чему я зову себя на сегодняшний день. К разумному мышлению, к постижению моей теории, к моему методу постижения, это единственный прямой путь спасения почти от всех бед. Поэтому сейчас еще раз замерим максимальную паузу ребятишек. Она должна подрасти, они же уменьшают дыхание понемножку. Понятно, ребятишки? Еще раз померяем. Значит, выпрямись, свободненько выдохнули, закрыли носки, не дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Видите, на одну-две-три секунды пауза повысилась вот за эти двадцать минут тренировки. И я сделал двадцать одна секунда. Вот, молодцы ребята. Ян, ты не переусердствовал? Нет, они глубоко не вдохнули. Молодцы ребята, очень умные ребятишки. И с этого момента в них все пойдет сейчас наоборот. Поэтому я должен сказать, что то, что вам говорили раньше, говорят мамы и бабушки по старинке, делайте наоборот, тогда спасетесь. Поэтому желаю вам на малом дыхании большого здоровья. Это осуществится. Это не мечта, а реальная действительность. Разного рода сопутствующих вещей, которые связаны, а именно связаны с эффектом веригабора. То есть, когда человек глубоко подышит, интенсивно особенно глубоко подышит, у него происходит, после этого происходит головокружение, и он падает. Как мы уже знаем, это связано с тем, что вымывается углекислота, и кислород не усваивается. Клетки не получая кислород, голова не получая, мозг не получая кислород, он просто-напросто отрубается. Помните, как Бутейка сказал, больной, подышите, пожалуйста, я вас послушаю. Он подышал и упал, как подкошенный. И вот, послушаем Романа Костомарова, что с ним произошло. Имеется ли здесь вот этот феномен или его нет? Я немножко тоже начал подкашливать, но это обычное дело, ничего. Температура не было пока? Я никогда ее не мерил. Покашлял, пройдет, через 3-4 дня все пройдет. То есть, у меня как-то всегда так было. И вот числа 8-го, когда мы закончили все выступления, ну да, покашлял я. Ну, думаю, в баню схожу, и все, я там пропарюсь как следует, там все как обычно, ничего. Я в баню хожу 100 раз в году. И вполне вероятно, что вот, наверное, может быть, какой-то последний мой нырок в купель, в эту прорубь, может, уже совсем ослабил мой иммунитет. Потому что, когда я сел в такси и поехал домой, я стал кашлять просто нон-стоп. И кашель был такой, как из трубы. То есть, ну, наверное, это было какое-то уже действительно воспаление легких. То есть, я не мог откашляться. И я кашлял, там, 45 минут или 40, я ехал до дома, я кашлял и кашлял, кашлял и кашлял. Дома, когда я приехал, и уже вот до, ну, несколько часов продолжалось то, что я вот кашляю сильно, кашляю сильно и не останавливаюсь. И у меня начало болеть в боку. Потому что я уже вдохнуть не могу. Мне кажется, что просто у меня сводят мышцы. Я бы уже понимал, что, да, что боль такую как-то, ну, что-то подозрительное. У меня такого еще ни разу не было. Когда человек кашляет и кашляет интенсивно, то и долго кашляет, вымывается углекислота. И как раз вот он рассказывает о том, что какие симптомы начались. То есть началось спазмирование мускулатуры, организм пытаясь удержать остатки углекислоты, он начал спазмироваться. И вот это все начало вот так вот проявляться. И, естественно, человеку дальше, если кашляет, становится плохо. Плоть до потери сознания. Ну, как бы такой боли, чтобы я не мог откашляться, ну, там, что-нибудь горячего чая то не выпил. Я думал, что я приеду домой, сейчас там чаю с лимоном, бабахну, что-нибудь меда там. Ну, нет, я чувствую, что мне ужасно больно. Думаю, давай лучше, пусть, скорую вызовем, пусть посмотрят, пощупают. Там, может, капельницу какую-то сделают. И все, на этом все закончится. Приехала скорая, ну, они меня там послушали, опять же, сделали какие-то мазки на ковид. Ничего, все вроде нормально, но это как быстрые тесты. И все. Ну, они говорят, надо ехать в больницу. Нет, она не поехала, потому что у нее даже в мыслях не было того, что может произойти через буквально сутки. Меня привозят в больницу. И что я помню, в палату, где лежит очень много человек. Вот два раза я сходил в туалет. Все, дальше я ничего не помню. Дальше произошло то, что произошло. В больнице произошла отключка сознания. Отключка сознания, лично, на мой взгляд, произошла из-за того, что была в результате вот этого кашля вымета углекислота. Человек теряет сознание и отключается просто-напросто. Только я знаю потом, мне становилось хуже в плане легких, в плане дыхания. Меня начали подсоединять к аппарату, к какому-то, который помогал дышать. Потом оказывается, что единственный аппарат, который мог подключить и спасти меня в плане дыхания, потому что стопроцентная подача кислорода не справлялась. То есть я все равно задыхался и не мог дышать. В этот момент меня уже доставили в больницу коммунарка, в реанимацию. Ну а там уже у меня все отключилось, насколько я знаю, все органы. Ну вот только, наверное, мое спортивное сердце. Когда из организма вымета углекислота и человек потерял сознание, ну вот как Бутейка рассказывал, говорит, вы раздышали своего больного и он упал в обморок, говорит, да, сейчас он полежит, придет. То есть она постепенно накапливается и человек приходит в себя, функции возвращаются. И главное, после этого глубоко не дышать. А здесь поступили наоборот. Раз человеку плохо, раз какие-то проблемы с легкими, его подсоединяют к аппарату, который насильно заставляет, можно так сказать, дышать, тем самым еще больше вымывая углекислоту из организма. В результате чего, если немного там вымылось углекислоты, ну и человек упал в обморок, то спазмы происходят где-то в районе дыхательных органов. То есть, допустим, бронхи там спазмировались, потом они расслабляются. Если же это усугубляется, то происходят спазмы кровеносных сосудов, и особенно капилляров, и особенно кровеносных сосудов конечностей. Этот спазм стал настолько мощным, что в капилляры, в руках и ногах, они сжались, никакого кровообращения, и просто-напросто началось, без поступления крови, началось быстро отмирание конечностей, что в итоге и произошло. Эффект вереговора действует вот так вот. Подышали интенсивно, долго, теряем сознание. Потом оно возвращается, если ничего так не делать. Если же дальше мы, человек потерял сознание, его подключают к вот этим всем искусственной вентиляции легких, и как правило там еще процент кислорода подается где-то, я так посмотрел, 60% в этой газовой смеси, чтобы как бы считать, что надо насытить кровь кислородом, а это еще больше усугубляет состояние больного. И в результате получаются вот такие вот вещи, которые и получились. То есть закономерно кашель вызывает вымывание углекислоты, становится дурно, человек попадает в больницу, там теряет сознание из-за того, что гликислота вымыта, и кислород не может нормально отдаваться тканям. Его подключают к КВЛ, насильно пытаются раздышать, это еще больше усугубляет состояние больного человека, у него возникает мощнейший спазм уже кровеносных сосудов, капилляров, как правило, конечностей, что и приводит к тому, что конечности начинают отмирать. Я открыл ключ счастья, это разумный астетизм, а когда обожраться, обоспаться, он уже все, ему чего, крови, гашиша, чертов ступище, убийство, тогда он будет доволен. Ну, еще разок, как-то я напал на этот отрывок, что я хочу сказать, вообще-то это сущность человека. Каждым человеком, вообще каждым живым существом движут побуждения, то есть они его побуждают в этом мире действовать. Это побуждение к продолжению рода, вернее, самое первое, это побуждение к сохранению жизни. То есть к сохранению жизни, вот, сохранить жизнь, чтобы выжить любыми средствами. А это, как правило, чтобы выжить, каждое, допустим, животное борется за свою территорию, на которой она кормится, потому что, если она отдаст эту территорию, чем она будет кормиться. Поэтому за территорию бьется, бьется за еду, естественно, и бьется за то, чтобы вот какие-то комфортные условия более-менее были для организма, чтобы можно было лучше выживать. Это вот как раз первое побуждение. Побуждение к самосохранению, побуждение к выживанию. Насколько оно сильно у человека, настолько у него выражены уже соответствующие черты характера. И поэтому хотим мы этого, не хотим, у кого-то больше, у кого-то меньше. И о разумном аскетизме тут, ну, сами подумайте, кто-то, может быть, и хочет, а кто-то и не хочет, потому что он по этому побуждению чего-то недополучает. И это порождает у него уже напряжение, которое приводит к напряжению и, естественно, увеличению дыхания. Первое побуждение. Второе побуждение – это побуждение к продолжению рода. То есть человеку мало, как и любому живому существу, ему мало просто-напросто иметь свою территорию, там, питаться, комфортно там жить. Вот ему еще нужно, нужно какое-то общение типа дружбы, типа любви, типа заботы о своих родителях, о своих детях, о друзьях. И если вот в этом имеется какая-то, ну, будем говорить, недостача человеку, вот не хватает вот этого общения, это также негативно сказывается. Он чувствует себя несчастным, у него нет друга, у него нет подруги, у него нет детей там, с родителями там плохо. Вот, 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 вот и все. И ему, допустим, хочется, каждому из нас хочется, будем говорить, партнера, ну, там, грубо говоря, там, красивого, там, умного, вот, вот, чтобы с ним было там тебе хорошо. А хочет ли этот партнер быть с вами? Или не хочет? Достойны вы его? Или недостойны? И тут опять-таки возникает, вы его вот хотите, а он вас не хочет. Или кто-то там уводит у вас. Или еще по каким-то там причинам вы там теряете. Это уже опять-таки порождает в любом обществе, даже среди зверей, порождает недовольство, порождает раздражение, порождает напряжение, и соответствующее уже сказывается на здоровье. Наконец-таки третье побуждение, да, и формирует на этом побуждение, на втором соответствующие черты характера. Это семенин, это несобиним, это бабник, а это там, там, наоборот, там, и прочее. Третье побуждение, побуждение к лидерству. Каждое живое существо хочет быть лидером. Вот ребенок, он рождается, и он начинает вот это, взрослыми там командовать, пока не подрастет, они его не поставят на место. И вот эти лидерские эти качества у каждого человека, у каждого живого существа, они, естественно, выражены по-разному. Для одних это, ну, будем говорить, лидером там своей семьи, там, и нормально. А для кого-то вообще эти лидерские качества не скажутся. А для, допустим, третьих, вот он, он хочет тут, вот буквально-таки, командовать всем, быть лидером. Достоин этого, не достоин этого, потому что лидером, настоящим лидером становятся те, которые, грубо говоря, сильнее и умнее, чтобы за собой повести. А если этого нет, то это ложный какой-то лидер, который может завести, грубо говоря, племя в какой-то там тупик. Вот. Этому придавалось, значит, большое там значение. Лидер. И вот эти лидерские качества еще там, знаете, вот как там, альфа-самец, альфа-самка, они только размножаются, а остальные смотрят, как они размножаются. Есть такое? Да, конечно, там есть это такое. Порождает это недовольство? Да, порождает. Как у зверей, так, грубо говоря, и у людей все это. Все это порождает. Вот это вот побуждение, видите, оно работает, как бы сказать, это во Вселенной это все заложено. Вот эти побуждения, чтобы побудить человека жить, чтобы как-то отобрать лучших, что ли, среди там людей. Вот. на этом возникает, значит, разного рода отклонения в здоровье и тоже человек раздышался. Да, конечно, будут возникать, что человек недоволен. И этот самый, он лидер, а я не лидер. Вот это вот недовольство. Следующее побуждение, это побуждение к справедливости, это уже четвертое побуждение. каждый хочет по справедливости жить. Ага, ты тут лидер в своей семье, а я лидер в своей семье. Чтоб в обществе был какой-то порядок, какой-то ранжир. Все это устоялось и было, ага, грубо говоря, есть такие-то, есть всякие-то, есть такие-то, и все это устоялось. Если же вот эти вот рамки начинают ломаться, человек чувствует несправедливость, и уже на этом чувстве несправедливости, помимо того, что у него со здоровьем непорядок становится, он уже возмущается и начинается в обществе там переделы своеобразные, переделы собственности, ну, короче, переделы всего я хочу, вот этого я хочу, то есть вот на этом и возникает разного рода обманы, подтасовки, там, какие-то драки, я хочу, чтобы у меня была такая жена или такой там муж, и начинаются вот эти все вещи, то есть считается это справедливо, это несправедливо, видите как, это должно тоже устояться в обществе и как-то регулироваться какими-то законами, которые были бы вот, поддерживали вот этот порядок справедливости. Ну и наконец-таки следующее, это уже пятое побуждение, пятое побуждение связано с творчеством, оказывается, помимо всего этого, вот человек еще хочет что-то как-то проявить себя тем или иным образом, вот как раз одни проявить себя в спорте, другие проявить себя в бизнесе, третий проявить себя в музыке, четвертый проявить себя там в зодчестве каком-то, и если это отнимается у него, он чувствует себя глубоко несчастным, даже более несчастным, нежели у него нет, грубо говоря, там дома, семьи, и он там справедлив, несправедлив, вот он вот это вот чувствует, это опять-таки порождает соответствующие черты характера, для кого-то творчество очень важно, кому-то на все это дело там наплевает и не занимается, и все это в целом на этих вот побуждениях формируются черты характера, и вот эти черты характера, в зависимости от внешних обстоятельств, они, знаете, вот как на рояле на клавишах играют, и все это передается сброс на наше тело, на наш организм, вызывая те или иные спазмы, вызывая то или иное расстройство, вызывая ту или иную степень раздыхивания человека, и вымывание углекислоты из организма. Вот когда это понимается, это понимается, то тогда начинаешь относиться ко всем вот этим вот системам капиталистической, социалистической совершенно по-другому. Что в капитализме, что в социализме, что там еще где-то там, люди все одинаковые, и вот пока они не поймут, что вот эти побуждения ими играют, и их-то надо проработать, и будем говорить, знаете, чтобы они были такие гладенькие, чтобы они вас побуждать к чему-то там побуждали по жизни, выдвигались, но чтобы эти побуждения не ущемляли другого человека, чтобы вы понимали, что вы пришли на эту жизнь для того, чтобы в своей потенции показать, развернуть, продемонстрировать, и не кому-то, а самому себе, а другому человеку жить не за счет его, что он может что-то сделать, или он уже сделал, и все это отнять, а другому человеку помочь так же раскрыться, как и вы раскрылись, вот лично я в какой-то степени раскрылся, и я помогаю вам это сделать, раскрыться, и начинается все естественно, не просто чтобы раскрыться, а как правило там со здоровьей, когда она там утрачилась, почему она утрачилась, почувствовать вот это действительно вселенскую любовь, радость, что оно тут тебе и одаривает разного рода силами, возможностями творческими, вот это все, чтобы вы как-то осознали и делали, чтобы жизнь пошла действительно в радость, а не то, что вы там где-то как говорит, должны там трудиться до седьмого пота, трудитесь до седьмого пота, а от всего этого получаете мизер, то есть, если вы трудились бы и получали адекватно, это вам было ясно и понятно, тогда можно было трудиться и трудиться. Так, я думаю, что видосик можно закончить на этом, ваши комментарии, ваши соображения, то есть, это видео сделано для того, чтобы побудить вас к самостоятельному мышлению, чтобы вы ничего-то глотали готовое, что вам дали, правда это, неправда это, да, вот так все живут, или сейчас это модно делать, модное направление выздоровление, это модное направление там в жизни, еще там, а чтобы вы как-то вот разобрались, и существуют действительно вечные ценности, на которых как на фундаменте опирается жизнь, и я как раз вам сказал, вечные ценности это вот наши побуждения, как бы ни менялось там компьютеры, не компьютеры, камни, палки, доисторический век, или будет супер какой-то этот самый, продвинутый будущее, это все основано вот на этом фундаменте, вот начали вроде как с дыхания, и пришли вот к таким вот вещам, так что пишите, я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала,